Итак, мы разобрались с вами со второй капсулы, то есть с экскурсионными прогулками, теперь переходим к вечернему мероприятию. Один из вопросов, который мне предварительно прислала Марина, звучит так. Можно ли взять вечернее, ну, надо ли взять на вечернее платье с МП? Так, от Ксении вопрос. Еще нужно не забыть, что в арабских странах в музее нужно входить в закрытые одежды, иногда в закрытые обуви. Кстати, да, очень хорошее замечание, очень полезное. То есть, естественно, я вот в конце буду вам обозначить список необходимых вещей. И, конечно же, туристическая информация, то есть информация о той стране, куда вы едете, она должна быть, скажем, с вами. То есть вы должны представлять, в какую культуру вы едете, какие там требования, какие языковые моменты. Это тоже не просто так, потому что это избавит вас от массы каких-то нюансов. И теперь переходим к вечернему мероприятию. Значит, во-первых, у вас могут быть запланированы вечерние мероприятия, и тогда вы уже можете конкретно с точки зрения дресс-кода этого события отнестись и подготовиться именно к нему. Но могут быть мероприятия, скажем, незапланированные, и вы подразумеваете, что вдруг, возможно, будет свидание, вдруг, возможно, будет какая-то прогулка по городу уже в свободном режиме, то есть где не обязательно ходить постоянно, где можно посидеть в кафешке и так далее. Значит, что я здесь рекомендую. Если у вас какие-то запланированные вечерние мероприятия, то обязательно просмотрите вебинар о вечерних платьях, потому что там дресс-коды эти расписаны. Это отдельная тема, сейчас не буду в нее углубляться. Но могу сказать, что из всех типов вечерних платьев самое практичное – это взять коктейльное платье. Это вот вариант с левой стороны. Оно более демократичное, оно дает возможность входа в совершенно разнообразные ситуации. Вы будете выглядеть в нем не слишком серьезно, не слишком официально. То есть оно достаточно легкое, демократичное, эмоциональное, и в то же время оно позволяет женщине подчеркнуть свою привлекательность. Потому что ни одни брюки, ни одни джинсы, они, к сожалению, не позволяют нам выразить ту степень женственности, которая в нас присутствует. Поэтому коктейльный вариант платья – это один из самых лучших. Но здесь есть некоторые нюансы. Посмотрите, вот здесь на иллюстрации одно платье, но предложены два варианта решения с обувью. Конечно, у каждой из нас может быть любимая пара обуви, какая-то замечательная, сногсшибательная, на высоком каблуке, которую, конечно же, хочется взять с собой в первую очередь. Но подумайте все-таки и о том, сколько вам придется в этой обуви находиться, сможете ли вы. И здесь я хочу сказать о том, это иллюстрация о том, что платье великолепно, особенно средней длины, великолепно сочетается с балетками женственными. И балетки в себе несут, конечно, и мягкости женственности, в то же время плоская подошва или минимальный каблучок дает возможность вам не устать в путешествии. Вы гарантируете себе, что вы сможете, в общем-то, без потерь прогуляться, не будете чувствовать усталость. Поэтому, пожалуйста, вы можете выбрать тот вариант, который вам понравился. Давайте попробуем проголосовать. Вот какой вариант выбираете вы? Первый вариант – это будет вариант на каблуках, и второй вариант – это вариант балетки. Поставьте мне единичку или двойку, давайте посмотрим, как наше мнение по этому поводу все-таки за практичность или за эффектность, скажем так. Второй, второй. Ага, мне просто интересно, какая у нас аудитория. Более ориентированная на… Сложно, сложно, конечно. Мне было бы сложно, я бы не интересовалась. Значит, мы у нас два варианта за второй, два варианта за первый. Пока, в общем-то, равномерно у нас голоса распределились. Ну что ж, так, первый. Аферозанности возьму второй. Ну вот видите, здесь вам, пожалуйста, разнообразные аргументы. И еще раз повторюсь, что очень мило смотрятся балетки. То есть, если вы хотите сберечь ноги, то это вариант для путешествий, пожалуй, более подходящий. Ну что ж, давайте двигаемся дальше. Там наши темы.